В поисках смысла Программа об открытии нового духовного смысла в окружающем нас мире. Мысли об обновлении нашей жизни, известные всем слова, раскрывают свое изначальное значение. Слушайте передачу в поисках смысла. Некоторые щипают, что мысли, изложенные в Библии, безнадежно устарели. Например, Иисус Христос сказал, не забудьте о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе. Читая эти слова, мы гадаем, можно ли их хоть как-то применить к нашей практической жизни. Нам кажется, что нам навязывают что-то нереалистическое. А между тем, это одна из вечных закономерностей бытия, которая заслонила от нас суета и полокружительный ритм современности. Сегодня мы постараемся понять, какие же черты нашего современного мышления мешают нам принять многие полезные истины, содержащиеся в Библии. Прежде всего, люди современной цивилизации западного типа ориентированы на действие. Для нас недостаточно просто быть, существовать. Нам нужно что-то делать. Люди библейских времен более успеха и работы ценили жизнь как таковую, наше бытие в этом мире. Обращенные к Богу слова молитвы «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дай нам днесь», призывают нас вернуть значимость каждому без исключения для нашей жизни, нашему бытию как таковому. Наша цивилизация поощряет индивидуализм в человеке. Для большинства из нас наши собственные цели важнее, чем цели нашей семьи, общества или государства. Однако в библейские времена люди ставили общие цели и задачи однозначно выше личных. Например, после того, как Иисус Христос исцелил тёщу апостола Петра, которая лежала в горячке, она, согласно Евангелию от Луки, подписк встала и служила им. Очевидно, что она восприняла выздоровление как возможность служить своим близким, исполняя домашние обязанности. Современный человек, внезапно избавившись от болезни или стресса, скорее возьмёт отпуск, чем тут же вернётся к своим общественным обязанностям. Мы зачастую забываем делиться своими радостями другими. Мы потребляем своё счастье или удачу в одиночку, что обедняет нашу жизнь. Жизнь современного человека также устремлена в будущее. Мы боимся выглядеть старомодными и строим планы на многие годы вперёд. Мы так стараемся приблизить лучшее будущее, что не получаем никакого удовольствия от настоящего. Во времена Христа люди жили настоящим. Слова Иисуса «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе» кажется современному человеку советом, оторванным от жизни. И только познав горечь разочарований, мы признаём его ценность. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце», сказано в библейской книге «Притч». Устремлённость в будущее отнимает у нас настоящее. Для большинства из нас прошлое имеет мало значения. Например, мало кто из нас всерьёз интересуется своей родословной. А в древности, наоборот, прошлое было для людей свято. И хотя Христос часто цитировал старинные пророчества, Он не считал, что если предки человека делали добрые дела, то Он может считать себя праведником. Он обратился к Своим слушателям со словами «Не думайте говорить «Наш отец Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из этих вот камней сделать детей Авраама». Мы легко прощаем простудки и считаем, что виноват не столько сам человек, сколько общество, плохо воспитавшее его. С помощью реформ и революций мы стремимся изменить социальную структуру общества, вместо того, чтобы воспитывать в индивидуальной личности гуманизм и ответственность. Во времена Христа люди считали, что общество изменить нельзя. «Бедные всегда пребудут с вами», — сказал Иисус. Однако Он не считал, что нехита оправдывает бунт. И вот после длинного увлечения революциями мы готовы согласиться с Ним. Большинство современных людей считают, что человек по природе добр, или в странном случае в душе человека добро разбавлено злом. Когда Иисуса однажды назвали благим, то есть добрым, учителем, Он ответил «Никто не благ, кроме одного Бога». Такой подход отнюдь не противоречит современному гуманизму, а скорее отражает признание того, что зло в мире неизбежно. Как сказал Иисус, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». В нашем современном мире мы, конечно, не можем жить, как жили люди библейских времен, две тысячи и более лет назад. Но несмотря на то, что ритм жизни вскорился, вечные ценности личной ответственности человека, сострадания и любви остались неизменны. Они говорят с нами страницы Библии.